Николай, тебе слово. Давайте еще раз поаплодируем. Всем привет. Рад сегодня выступать на этой сцене. Хотелось бы рассказать про те трюки и хитрости, которые мы используем у себя в продакшене. Про то, на что мы напоролись, когда делали наши решения. Ну и, в общем, помочь в ваших проектах. Для начала расскажу про компанию, в которой я работаю. Это ей 8 лет. Мы занимаемся тем, что мы мониторим ценники. Точнее, цены на сайтах и ценники в магазинах. Мы везем из Колково. Классная на нас. Мы с нами вот такие большие ребята сотрудничают. Много про себя. Я работаю в R&D отделе Metacomers, которому 3 года. Сам я работаю там полтора года. Занимаюсь всем, начиная от каких-то базовых вещей дата сайенса, математики, грубо говоря, до deploy of production и подсчета бизнес-метрик. Вот. Закончил не то миссис. Со мной можно связаться в Телеграме и в ODS-лайке. Почему вообще нужен наш продукт? Раньше, как делали мониторинг именно в магазинах, ходили люди с блокнотиком и ручкой, переписывали, потом забивали это в компьютер и ручками сопоставляли это с базы данных того, кто запрашивает этот мониторинг. Вот. Это, естественно, очень медленно, очень неточно и было много ошибок. После того, как выпустился наш продукт и, собственно, поработал наш R&D отдел, цифры стали гораздо лучше. Мы теперь позволяем обрабатывать 12 тысяч товаров на человека. То есть человек теперь не руками все вбивает, а лишь прокликивает, делая, по сути, модерацию того, что выдает нейронка. Вот. Это позволило очень сильно сократить траты и очень сильно ускорить pipeline. Собственно, как это устроено? Люди ходят, фотографируют уже на телефон полки. Потом эти фотки грузятся в нашу систему. Там на них находятся ценники. Они вырезаются. На них находятся все интересующиеся наши сегменты. И на них распознается уже текст. Текст дальше вместе собирается, отправляется на матчинг с базой данных. Вот. Но вот этот pipeline – это то, чем, собственно, я занимаюсь. Начну я с нашего окружения. Вот. И мы пришли вот к такой концепции. Работаем. Очень просто, но очень эффективно. То есть у нас есть просто сервак, на котором поднят Юпитер. Юпитер Lab. Он, в принципе, похож на Юпитер ноутбук, но лучше, кто не знает. Вот. И там уже поднят тензерборд. Причем обучаем. Мы не только обучение туда выводим, но еще, например, при скачке данных он бывает полезный. Потому что если у вас правильно настроен VPN, вы можете прямо с телефона смотреть на ваши графики. Вот. Ну и подключаемся через браузер по HTTP к Юпитеру. И редактируем пай-файлы, пай-модули через пай-чарм, просто по SSH файл-систем. Если у вас нет своего сервера локального, то, во-первых, я рекомендую вам его все-таки приобрести, потому что это гораздо удобнее и в будущем дешевле. Но если вот нужно что-то прямо сейчас, или у вас недостаточно памяти, хорошее решение – это у вас ТАИ. Это аналог облачных сервисов от Google Амазона, только гораздо дешевле. Там можно арендовать и через Google это, но там прямо видно большую разницу. Просто машина задает пользователей, получает за это копеечку. Из минусов – там очень дорогой трафик по сети. Во-первых, там могут быть машины с очень медленным трафиком. В принципе, вы будете там качать часами датасет, и все это время будет простаивать GPU, и тратятся ваши деньги. И, в принципе, траты за интернет сопоставимы с обучением в некоторых случаях. Вроде мы разобрались с тем, на чем мы все-таки обучаем нашу модель, вообще пишем код. Как мы пишем, собственно, наши скрипты? Потому что всегда нужно писать какой-нибудь train.py, и все в этом духе. Для этого, во-первых, используем для общения с командной строкой модуль click. Это аналог аркпарсу, который встроен в питон, только он гораздо удобнее и более питонячий, что ли. Вы просто пишете декоратор вокруг вашей main функции и парсите как через просто параметры в ней. Дальше, для того, чтобы при разрыве с Сашей у вас не ломалось ваш скрипт, можно использовать jobs и дизол, но это не работает в некоторых шеллах, в некоторых системах. Более универсальным вариантом является использование скрина или тмукса. Это, по сути, вы поднимаете внутри шелла другой шелл, который вы можете выйти в любой момент и войти в него, и там будут все ваши процессы вне зависимости от дисконнектов. И всегда добавляйте прогресс-бары в скрипты. Даже если у вас какие-то простые обработки, лучше добавить его, чтобы вы понимали, что вообще что-то происходит. Кстати, если у вас будет лагать консоль или бидер из-за большого количества обновлений, можно выставить в это кудеме минимальный интервал обновления. Например, раз в секунду. Следующая задача, которая перед нами стала, это как, собственно, работать с данными, как ускорить, в каком формате все хранить. Начну с таких простых советов, но для начинающих, в принципе, мне кажется, очень важная. Это использование пафлипа и объекта паф вместо ОС в питоне. Он, конечно, появился только в питоне 3.4, но поскольку сейчас уже второй ушел на пенсию, то использовать меньше, чем 3.5 я не вижу смысла. И вы в этом объекте паф можете делать все, что хотите, в принципе, с файловой системой. Вы можете создавать папки, итерироваться по ним, можете менять расширение файлов, получать имя файла без расширения. Вместо того, чтобы кастырить, это все в ОС какими-то сами регулярками. Хотя регулярно на Stack Overflow, когда что-то гуглишь, связанное с обходом файловой системы, там ОС. Следующее такое бесплатное ускорение – это UltraJSON. его можно использовать с таким же IP, как обычный модуль JSON в питоне, то есть он может написать буквально import UJSON as JSON. И дальше у вас код не ломается и просто начинает работать быстрее за счет того, что UJSON описан на сях. Справа на слайде есть графики. В принципе, по ним видно, что в среднем UltraJSON всегда лучше. И такой небольшой лайфхак. Если вы часто работаете с текстовыми данными, вам нужно открывать текстишки, писать их, закрывать их, и вас очень напрягает каждый раз писать виз open, вы можете подключить библиотеку Иллио, которая является в принципе шуткой про Python, потому что вот с правой части слайда – это весь ее source-код. Все, что она делает, это просто пишет более удобной одной функцией. Перейдем все-таки к CV. Кстати, это CV, в смысле резюме сгенерено тоже нейронкой. Как мы храним наши данные? Мы пришли к такому максимально простому формату. Мы храним изображение в JPEG с 100% качеством. Использование чего-то более сложного, мне кажется, неоправданно сложного, учитывая, что JPEG всегда можете посмотреть, можете разные использовать. Либо для этого какой-нибудь рекорд I.O. вам придется там заседать в конкретную библиотеку. Но когда мы открываем картинки, часто все используют open CV, даже не запариваются, что есть что-то другое, как на вот этом меме. Мы используем Turbo JPEG. Вот я небольшое сделал сравнение. По скорости на чтении на наших боевых данных прирост в 1,7 раза. При том, что это вас ни к чему не обязывает. Просто нужно переписать функцию чтения. И это даст вам бесплатное ускорение. Как же мы храним разметку? Опять же, раньше мы хранили прямо рядом с картиночками TXT-шники, в которых были какие-то данные записанные. И это было очень удобно. И, в принципе, медленно. Мы пришли к тому, что мы храним разметку просто в таблице. Но тут такое дело, что CSV, он, конечно, простой и хороший, но он занимает очень много мест. Поскольку нам нужно читать только при обучении, при запуске скрипта, а хранится он у нас на жестком диске или SSD месяцами условно, то мы пошли в сторону уменьшения именно места. Таким форматом является паркет. Это бинарный формат хранения файла. Он в 5 раз на наших данных меньше занимает места, но при этом открывается в 2 раза дольше. Почему мы выбрали именно паркет? Мы начали гуглить этот вопрос, что же выбрать. Нашли такую статью на Medium. И там были очень красивые графики, которые обещали, что паркет вообще в 10 раз лучше, чем все во всем. Это оказалось на практике не совсем так. Но, в общем-то, уменьшение файла в 5 раз и некритичная просадка по скорости нас устраивает. И очень важный момент – это не храните никогда, если у вас много файлов в одной папке. Это, в принципе, простой совет, но не очевидный, потому что если вы храните много картиныщек в одной папке, например, с названием класса или просто с названием датасета, это сильно нагружает файловую систему и переводит к тормозам при чтении. Вместо этого можно использовать шарнинг. Это один из вариантов шарнинга. Это вы берете имя файла и создаете под папки согласно некоторой части этого имени, как вот на слайде показано. И поскольку у вас есть информация про файл в вашем паркете, то вы можете легко сформировать вот такую ссылку и прочитать файл. Это… эти лайфхаки очень хорошо работают, но они приводят к тому, что у вас множится код. И начинаются бесконечные копипасты, какие-то унесения в сниппеты. Вот это мой конкретно сниппет старый, сделанный про то, как использовать TurboJPG. Вот там есть даже вот эта вот строчка, ее использование обязательно было. Вот. Это не очень удобно. Мы пришли к такому решению для себя. Это использование Git-саб-модулей. Кто не знает, это просто вы создаете проект, и он доставляется в ваш проект с нативными для Git-средствами. При этом вы можете создать Python Package, который вы можете устанавливать, например, при разработке через флаг и в пипе. И все изменения в source-коде, которые вы будете делать, будут автоматически прилетать вам в Python. Ну, если вы перезапустите kernel или переимпортируете Libu. Почему это удобно? Потому что вы можете вынести в свою библиотеку, так мы сделали с нашими функциями, мы сделали Package PyLips. В нем у нас модули, разделенные по назначению. Там Torch Utils, Storage Utils, Matrix Utils. И при этом можно так сделать при создании Python Package, чтобы они не подгружались сразу, все зависимости в модулях. Если вы делаете импорт, это делается через прописывание в all ваших названий файлов. И вы просто импортите то, что вам нужно. Собственно, так мы делаем при разработке в наших ноутбуках и на Prode. Поскольку у нас команда из двух человек, то нам не очень сложно это все поддерживать. Мы всегда можем как-то переписать, как-то подлатать, чтобы оно было актуальной версией. Дальше общие советы, особенно для начинающих, мне кажется, они полезны. Это, во-первых, всегда использовать гид, даже для юпитер ноутбуков. Да, у них будут плохие дифы, вы не сможете мержить, хотя до этого лучше вообще не доводить. Но даже если вам просто нужно их бэкапить, используйте гид, иначе у вас будут всякие untitled copy, untitled copy 2, и это будет неподдерживаемо. Дальше никогда не используйте гид для хранения датасетов, никаких данных. Сразу сформируйте в себя gitignore, в который вы занесете папки с данными и все форматы, которые могут быть в результате ваших обучений. Скажем, JSON-ы какие-то, txt-шники, не знаю, отладочные, какие-нибудь вспомогательные файлы. Вот это все надо занести в gitignore, и вот этот файл уже можно копипастить. Вот, и еще одна такая тонкость, немногие знают, есть кроме gitignore еще infoexclude. Туда вы можете прописать также ваши файлы, которые вы хотите игнорить, только они не будут шариться между разработчиками. То есть вот этот сам файл, он не будет у других разрабов. Вы можете добавить туда сколько угодно своих дебаг-конфигов, любые скрипты там отладочные с любыми названиями, и это все останется только у вас на машине. Вот, и последний такой небольшой совет. Не используйте HTTP-подключение. Если вам предложат по HR, отказывайтесь, потому что это будет приводить к тому, что вам постоянно это нужно будет переводить. У вас будут коммитии от разных людей с неинаковыми почтами и всякое такое. Вот, как же мы делаем эксперименты? Собственно, мы часто обучаем разные модели, часто меняем какие-то концепции, поэтому нам хотелось придумать такой подход, при котором одновременно будет гибкость, мы можем что-то менять оперативно, и все-таки какая-то воспроизводимость, какое-то сохранение, что были за параметры запуска. Для этого мы используем, конечно же, ката, юпитер и пай файлы, потому что это оказалось удобнее, чем какая-то библиотека. Почему? Мы пишем сначала в питон-модуле то, что нам интересно. Какую загрузку данных, нейронки, используя все прелести DE, такие как форматирование, подсветка синтексиса, что угодно. Дальше мы дергаем оттуда функцию в юпитере, задаем параметры тоже в юпитере, и чтобы каждый раз не перегружать кернел, используем magic-авторелоуд. Таким образом мы можем одновременно редачить файл в пайчарме удобно и делать дебаг, дергать функции, проверить, как они работают из юпитера. Перейдем к секции про нейроночки, наконец. Одна из таких задач у нас была, это осярка продукт кодов. Там была такая специфика, что у нас в пайплане человеку приходит вот такой код вырезанный, и снизу у него еще есть миниатюра всего ценника. Проблема в том, что человек видит, что, например, справа пятерочка обрезана. Там можно догадаться, что там что-то обрезано. Он смотрит на миниатюру и вводит оттуда недостающий символ. А когда мы делаем поверх вот этих кропов нашу модель, она не знает, что может быть, там какой-то символ. И получается очень сильный шум в данных, то есть прям пропущенные последовательности. Но даже такие данные можно выправить без переразметки. Ну, точнее, лучше сделать переразметку вализационного множества, чтобы могли хорошо мерить метрики. Первое, что мы делаем, обучаемся на данных как есть. Поскольку у нас данных много, мы даже не запаривались там с уверфитом, просто ставили на выходные, и модель как детафитила. Вторая часть. Мы прогоняем, скорим наш трейн и находим плохишей. Там, где не совпал предикт нейронки и человеческая разметка. И просто выкидываем их. Ну, можно выкидывать квантиль, но мы выкидывали даже прям вот все. После этого мы полученную модель на первом обучении файн-тюним или обучаем прям с нуля на датасете без вот этих аутлайеров. Вот. И при этом меряем валидацию. Так можно повторять, пока у вас не начнет падать скор на валидации, либо у вас перестанут появляться вот эти примеры, которых нейронка дает сбой. И это действительно дало хороший буст. Несколько там процентов. Серия с 88 до 94 возросло качество просто вот за счет таких простых манипуляций. Вот. Но я не пробовал это в других подходах использовать, потому что, мне кажется, все-таки данные сильно смещаются. Но если у вас прям серьезные проблемы с разметкой, это путь к хорошему скорую. Прямо визуально было видно, как нейронка стала лучше. Перейдем немножко поближе к торчу про подводные камни, которые существуют в этой библиотеке. Одним из таких камней было наличие denormal values. Я сам до такого момента не знал, что такое вообще бывает, пока не получил побажки от них. В общем, я обучался в UNET, там экспериментировал разными скедулерами, разными оптимайзерами, просто на ходу их менял, там что-то к ним не творил. Потом инференцию модель, смотрю, она медленнее в 20 раз инференция, чем до этого. Думаю, может быть, я ее на CPU случайно закинул. Проверил, нет. Более того, на CPU раньше было быстрее. Закинул это в ODS. Там пользователь Майк Крутиков помог мне это отдебажить. Сделали профилирование. Оказалось, что проблема в именно функции свертки. Я ему скинул потом свою модель, код. Он его препарировал, сделал минимальный пример и скинул на PyTorch форум. Там ему ответили разработчики, сказали, что дело в том, что у вас в ваших фестах появились ненормализованные числа. И это чисто в районе нуля вроде. И их можно удалить, используя функцию flashdenormal в PyTorch. Я, если честно, не очень понял, почему так вообще. Откуда они появились. Но суть в том, что даже ваша нейронка может просто тупо начать медленнее работать из-за значений, которые хранятся в весах. Так что проверяйте это, если что. Такой небольшой блок про особенности Torch для новичков, наверное. Это сохранение модели в Torch бывает в двух режимах. Это сохранение StateDict и сохранение просто сериализованного модуля. Всегда используйте StateDict, потому что сериализованный модуль будет требовать от вас жестких зависимостей. То есть если у вас изменилась либо в которой была нейронка, хотя бы чуть-чуть изменился ее source-код, она у вас скорее всего сломается. Более того, в этом формате с StateDict вы можете сохранять не только состояние модели, но и состояние оптимайзера. Это актуально, если вы, например, делаете перерывы между обучениями. У меня была такая ситуация регулярно, когда я обучал сегментатор как раз. Я паузил обучение, потом загружал веса нейронки, продолжал обучение, и у меня сразу лос подскакивал просто в небеса. Правда, быстро сходился, но получалось, что моя сетка на какой-то момент просто забывала, что она знала. Это связано с тем, что у оптимайзера не было сохраненного running мина и все такое, что используют продвинутые оптимайзеры вроде Адама. Вот. Но с сохранением оптимайзера в принципе вы фиксируете все данные при обучении и можете продолжать потом без этих скачков. Про инициализацию наверное те люди, которые пришли из керреса в PyTorch в ужасе смотрят на минаризацию в PyTorch она очень громоздкая, ее нужно писать самому и поэтому вот эти вот вещи, которые я рассказал очень хорошие претенденты на то, чтобы быть добавлены в вашу библиотеку. Когда я занимался еще сегментацией, у меня была дилемма, что делать с масками. Сначала я их пробовал хранить просто на жестком диске, в нампайевском формате, чтобы потом их не генерировать на лету. Поскольку маски были простые, это были просто баундинг-боксы, которые нарисованы грубо говоря 255 значения. Потом я задумался, может в чем-то другом хранить, может быть с сжатым NPZ или в Sparse-матрице. Я также использовался таким прикольным хаком с упаковкой канала маски в биты INTA. Это действительно работало достаточно быстро и красиво, но потом я побенчмаркал и понял, что на лету генерировать маски быстрее, чем читать с диска. Задача липкой сегментации. Например, у вас есть объект одного класса, который находится близко друг к другу. Например, строки текста. Их могут выделить люди, так что они будут буквально соприкасаться и у вас получится такая маска. Чтобы победить это, я нашел два способа. Один максимально простой, но реально рабочий. Это, если вам нужна грубая разметка, скажем, вот bounding box именно строк. Вы просто при создании масок уменьшаете искусственно ее размеры, просто делая рамочку черным OpenCV вокруг основной рамочки. И на этом обучаетесь. Таким образом, нейронка начинает выделять сердцевину текста. И потом на постпроцессинге вы можете выделить прямоугольник и восстановить его до исходных размеров с помощью какого-нибудь коэффициента добавления к ширине и высоте. Вот как на слайде. Если вам нужна чуть более точная сегментация или более красивая, можете использовать принцип watershed. Это когда вы заменяете в маске пиксель на значение до центра сегмента. ну или инвертированное значение. Таким образом у вас получаются вот такие лесенки. В центре у вас единицы, на периферии у вас ноль. И на этом вы можете обучать прямо просто с BCE или даже BCE плюс DICE ваш сегментатор. после чего вы применяете умный трэш-холдинг. Вы берете сначала большое пороговое значение, выделив только сердцевины, а потом вы начинаете его опускать до ослепания. И получается такие красивые масочки, как на слайде. Опять же, сегментатором была проблема, когда мы выделяли код на ценнике. Не всегда код выделяли люди, потому что он мелкий, он может быть замыленный, и просто люди могли его пропустить. Поэтому хотелось как-то максимально утилизировать то, что у нас есть, без переразметки. Для этого я написал небольшой кастомный лосс. Смысл в том, что вы смотрите в разметку в ваши баундинг-боксы, есть ли там вообще продукт-код. Если его нету, то вы в специальную маску для индексов канала ставите false. Если он есть, то true. Таким образом, сетка обучается только на тех примерах, где у вас в канале что-то лежит. Это приводит к более медленной исходимости именно этого канала. Там получаются более грубые рамки, но они реально получаются, потому что нейронка не фидится на выдавание ничего. Конец про наш pipeline. Собственно, какие задачи мы решали и как. Первая концепция, которую мы выработали, это использование трех датасетов. Первая это наши шумные данные, пришедшие спрода. В принципе, я уже затрагивал эту проблему. На таких данных мы делаем первое обучение. Еще мы выделяем вализационную выборку, которую мы отправляем на переразметку, прямо как мы хотим, идеально точную выборку. И по ней мы валидируемся. Справа представлены проблемы, которые этим подходом я пытаюсь решить. Собственно, одна из таких проблем больших данных это систематические ошибки в разметке. Как я уже говорил, часто у вас бывают не связанные с неточностью человека, а именно с тем, как работает бизнес. То есть людям нужно выделить условно не все идеально, а так, чтобы это было значимо для пайплайна. Отсюда возникают те вещи, которым нейронка просто не может быть устойчива. Плюс, несмотря на то, что данных у нас миллионы-миллионы, я не вижу большого смысла обучать прямо на всех данных, в онлайне модели супер большие делать, потому что модели регулярно протухают. Просто начинается новый трафик, новые типы ценников, еще что-то нужно подкорректировать. И получается, как бы вы хорошо не фитили модель, как бы долго не подбирали гиперпараметры, она в какой-то момент станет просто ненужной. И поэтому возникает необходимость в быстрых итерациях и выбора таких моделей, которые бы быстро обучались, и главное, вам не нужно было каждый раз ничего изобретать, делать какие-то сложные стаккинги, вы просто обучили одну модель, и она просто с пол пинка у вас нормально работает. После того, как мы обучаемся на первой итерации, мы такую модель либо сразу с деплойом в прод, потому что она часто получается уже достаточно неплохой, либо мы переразмечаем те примеры из трейна, на которых модель показывала худшие результаты, добавляем к ним просто случайные, чтобы не смещать выборку, и снова файн-тюнинг уже получена на первом шаге модель. Это очень просто, но очень хорошо работает. Плюсом идут самописные метрики, которые устойчивы к погрешностям данных. То есть, например, у вас есть сегментация тех же ценников. Вы не можете сказать, в принципе, вот этот пиксель конкретный, он уже принадлежит просто бэкграунду ценника или это уже текст. И поскольку у вас метрика в таких случаях может плясать просто от рандома, то лучше писать свои метрики, которые будут допускать такую погрешность. Как же мы размечаем вот эти данные необходимые для более качественного обучения? Мы используем VIA, как, в принципе, многие советуют в ODS. Это простая тулза, которая представляет собой просто HTML-ник с inline.js. В чем ее прелесть? Это то, что вы всегда можете подредащить этот код. Например, вы можете брать Google Analytics, вы можете увеличить поле с текстом, чтобы размечать данные для CR-ки. Главное, вы можете залить на простой файловый сервер. Так мы подняли у себя на локальном серваке файловый небольшой сервачок, закинули туда фоточки. VIA также может обрабатывать картинки, на которые вы дали линк. Дальше мы формируем JSON-файл с предразметкой и отправляем это разметчикам. Они просто открывают у себя в браузере нашу HTML-ку и у них получается как будто сайт, на котором они это размечают. Потом они нам отправляют обратно JSON и мы эту разметку вычленяем оттуда. Вот так это примерно выглядит. В VIA можно размечать сегменты, можно размечать bounding-боксы, можно кейпоинты, можно классифицировать их, можно классифицировать само изображение или описать к нему примечания, скажем, в ACR мы так делали. Как мы деплой модели в прот? У нас сейчас такая система. Мы используем Flask обязательно. Обычный Flask подходит только для дебага. Это не продакшн ради решения. Прямо так написано в них документации. Здесь есть очень один важный подводный камень. Если вы используете несколько воркеров, а в VIA это можно делать, это хорошо работает, если они умирают, он их переподнимает, в этом вся прелесть его, то у вас может случиться мертвый фриз. За счет того, процессорами воркеров у вас может зависнуть просто весь сервак на TorchStack функции. Чтобы это избежать, нужно загружать нейронку не в начале того, как вы стартаете сервис, а когда у вас приходит первый реквест. То есть вы пишете загрузку вашей нейронки в функцию под декоратором before first request и все автоматически чинится. Вот про конкретные что мы делали. Расскажу сначала про OCR. Вот примеры работы, кстати. Нужно детектить, точнее распознавать многострочный текст. Сразу скажу, что не зашло. Это Tesseract. Tesseract вообще хорошо работает только на отсканированных текстах или если у вас текст как картинка. И у него только консольный интерфейс. поэтому он нам вообще никак не зашел. Второе, что мы использовали долгое время, это OCR от Google. Но с ней очень много проблем. Во-первых, она плохо работает на шумных данных. У нас постоянно смазы, постоянно что-то не так отфоткали, Google на этом крашится. Плюс у него есть свои оверфиты внутренние, он выдает часто стабильно какие-то куски текста, которые ему кажется что-то там написано, в один момент качества, видимо, за счет того, что они какой-то апдейт сделали. Очень дорого. Мы использовали даже для того, чтобы сэкономить трюк, мы брали и просто конкатенировали строки текста и потом отправляли это как один текст. Это стоило дешевле, но опять же было достаточно дорого. Потом мы решили заказать на аутсорсе нейронку, чтобы сэкономить немного времени. Аутсорсеры сделали целый приходились к тому, что это был просто какой-то жирный новый AlexNet, который использовал mse-loss. То есть мы берем наш вектор с предиктами на каждую... Как работает TCR? Мы предиктим вероятности символов для каждой части текста, каждой части картинки. Потом мы можем просуммировать их вдоль оси с алфавитом нашим и получить частоты каждого символа. И вот эти частоты мы уже сравним с ground true с mse-loss. Плюс они настаивали, что мы им давали хорошо размещенные данные, не грязные, как я показывал с пропусками. И это все не зашло. Это все работало отвратительно на уровне с google CR. Что нам зашло? Первое это выделение строк текста с помощью обычного юнета. Максимально простого, максимально примитивного, но это прямо хорошо работает. Дальше это GRCNN сеть. В принципе, это стандартный для OCR подход. Мы берем энкодер, сверточный энкодер и потом декодируем последовательность с помощью LSTM. неронки. Вот такие параметры. есть 201 у нас был time step, входная пик ч. такого размера, 77 символов в алфавите. Еще был такой ложный путь. Мы хотели попросить нейронки жизни за счет того, что мы сводили английскую A, например, и русскую A к одному символу. Но оказалось, что это неэффективно и лучше оставить как есть. Неронка сама выучит, какие слова должны быть на английском, какие на русском. Мерили мы это все с помощью расстояния Ревенштейна, посчитанного с помощью функции Biopithone по Needleman Wunschel алгоритму. В принципе, это хорошая такая получалась метрика. Мы могли понимать в скольких символах нейронка ошиблась. И самый интересный момент здесь это то, что мы обучали это естественно с CTC. Кто не знает это подход, который используется всегда при распознавании каких-то переводе изображений в последовательности. Это способ выровнять длины последовательности исходной и таргета. Если добавить к этому MSE, как я рассказывал до этого, то это давало boost на 2% точности. С 92 до 94 за счет такой штуки. Немножко про CTC. Какие бывают подводные камни. первое это то, что очевидно, если вы прочитали статью и знаете, как работает алгоритм, но не очевидно, если вы просто берете сетку. У вас должно быть количество длины выходной последовательности не меньше, чем 2 умноженное на максимальную длину вашего текста обучающей выборки плюс 1. Иначе у вас будут нано при обучении, у вас будет все падать и не будет нормально обучаться. Причем можно с запасом брать. Дальше для объединения строк текста в один текст мы использовали просто конкатенацию справа и падинг черным, чтобы не менять, грубо говоря, ширину фичей. пайторчевская функция collate здесь сначала стала моим большим врагом, я ее просто ненавидел, потом я разобрался, как ей пользоваться, и она стала моим лучшим другом. Почему? Дело в том, что она позволяет нам конкатинировать тензоры вдоль первой оси, точнее, не конкатинировать, а стакать. Также нам пойм осивы, но еще что она делает, это конкатинируя строки, если у вас есть в сэмпле строка, например, вывода, то она их помещает в лист и обрезает по меньшей длине. Если вы вытащите просто из реализации функции дефолтной в торче if, которая ответственна за строки, то вы можете легко от этого избавиться и дальше продолжать использовать все прелести collate. Грязная разметка на сеаре работает, даже если у вас пропущены целые слова, например, у нас было странное происхождение Россия, нас не интересовала страна происхождения, это лишний для бизнеса текст, а вот Россия оставляли. Неронка научилась просто не писать страна происхождения без каких-то проблем. Важным моментом CTC подхода является то, что по сути это и есть вероятность того, что такая последовательность нас на пикче. Лосс это лишь минус логарифм этой вероятности. И вероятность таким образом можете просто легко получить из этого лосса. Лосс я использовал в Warp CTC, либо можете использовать, например, уже для более умного декодинга или для работы с Numpy массивами можете использовать CTC декодер библиотеку. Но нам не заходили бимсерчи, просто мы использовали bestpaw декодинг. Возможно, потому что у нас не так много нормальных слов и повторяющихся слов в основном сокращении какие-то точки, запятые, слэши, бренды. Вот так выглядит средняя точность по распознаванию текста в зависимости от конфиденса, трешхолда конфиденса. В принципе, очень хорошая зависимость, и мы напротив себя пропускаем мимо ручной модерации часть трафика за счет такой оптимизации. Перейдем к детекции. Коротко расскажу. Задача просто детектировать с максимальным покрытием ценники. Я не стал что-то очень умное тут изобретать, просто взял маскар CNN с резонет 50 энкодером, потому что больше не влез в мою GPU. Фичер Pyramid Network для разных масштабов, потому что люди иногда фотографируют целую полку, иногда один ценник в кадре. Написал, изменил только немножко соотношение анкербоксов и добавил класс вкладыша ценника. И это позволило пропускать просто весь трафик по некоторым магазинам. Там примерно Ашане была точность 99,9. В принципе, каждый тысячный ценник можно и пропустить. Обучал я это все в TensorFlow библиотеке. Честно говоря, не могу ее советовать. Если бы я это делал сейчас, я бы пользовался наверное Detectron 2. Но тогда во-первых, его не было, во-вторых, разработчики обещали буст в два раза по скорости в сравнении с Keras. Может быть, он и действительно такой есть, но в этой библиотеке просто ужасный source code. Вот некоторые выдержки, просто комментарии разработчиков. И весь остальной код в таком же стиле. Все генерится динамически. Вы не можете залезть прямо в потроха, в потроха, потому что в какой-то момент там начинается просто не то, что черная магия, а просто чернота кода. Это мой любимый фрагмент. Это вот как раз в их примере, как использовать R-CNN. Есть и в True. И дальше они пишут в комментариях, что здесь могут быть ошибки, но с Сори мы ничего лучше не могли придумать. Это, конечно, не все истории с продом. Например, буквально на этой неделе я добавил confidence к сегментатору, но на все нет времени. Поэтому спасибо вам за внимание. Хочу комьюнити воодушевлить больше таких докладов, на то, чтобы они делились в ODS с какими-то своими трюками, потому что они, хоть и маленькие, но очень полезные и могут либо серьезно ускорить работу в команде, либо серьезно замедлить и просто несколько дней уйдет на дебаг чего-то. Всем спасибо. Время вопросов. Николай, спасибо за доклад. У меня вопрос такой. Исходные данные, сами изображения, анализировали ли вы на диапазон размеров знакоместа? Возможно, это позволит каким-то образом еще больше оптимизировать сеть? Что еще знакоместа? Знакоместа, сколько пикселей занимает символ? От минимального до максимального, соответственно. В общем-то, да. Когда я занимался именно сегментацией, я пробовал сначала подход вообще использовать шаблоны ценников, то есть свести, грубо говоря, выделить для разных маркетов какие-то стандартные лейауты. Вот здесь обычный рубль, здесь рубль по скидке, здесь имя. Это вообще не зашло. То есть в сравнении с тем, что вы просто обучаете юнет, это в два раза хуже качество. Если вы говорите про детекцию, да, я анализировал такие и как раз старался подбирать параметры в детекторе, так чтобы они как-то матчились с этим. Окей. Спасибо за доклад. Скажите, пожалуйста, какую аугментацию данных вы использовали? Ой, ну для разных нейронок мы использовали разные. В принципе, мы брали просто из ноутбука в албоментейшнс, естественно, просто все аугментации и потом отсекали те, которые вносили слишком большие искажения в данные и таким образом мы их находили наиболее жесткие аугментации, при этом которые еще оставляют возможность нейронки что-то распознать. В случае с тенсорпаком там нельзя нормально написать свою аугментацию на лету, потому что это скрыто все в недрах этой липы, поэтому мне пришлось сделать оффлайн-аугментацию, сохранить все те же фотки в отдельную папочку и это намешать уже при подаче данных. Но лучше так не делать, конечно. Еще вопросы? Да, есть еще один вопрос. Спасибо за доклад. Интересует такой вопрос. Вот вы отправляете агентов, а сколько ценников они фоткают? Это по одному ценнику или могут сфоткать сразу целый стеллаж? И какой упадок точности, если на одной фотографии несколько ценников? В общем, здесь такой вопрос. Во-первых, это зависит от конкретно человека. Разные люди, у них разные телефоны, может быть, более качественная камера, может быть, более фиговая. Плюс мы не сами наши сотрудники фотографируют, а это фотографируют сотрудники наших клиентов. В принципе, попадаются все масштабы. Чаще люди все-таки фотографируют один ценник, один-два на кадр. Но бывает, когда там 20 даже ценников, то есть целый стеллаж. И вот как раз удалось обучить детектор. Я делал специальную балансировку по масштабу, грубо говоря. Удалось сделать так, что качество вообще не падает, если ценников 20 или 1. еще вопросы. Спасибо за доклад. Очень интересно. Вопрос такой. У вас одна сеть для разных заказчиков или для каждого заказчика разная сеть? У нас для всего одна сеть. Единственное, мы не по всем магазинам, потому что в основном ценники варьируются в зависимости от сети. То есть у ленты свой тип ценника, у Ашана свой. Понятно, что сетка может, например, хуже зафидиться на один и лучше на другой. Например, если попадается какой-нибудь… У нас необязательно прям сети магазинов. Бывают прям просто какой-то продуктовый в подвале. И там может быть вообще какой-нибудь рукописный ценник. В таких случаях мы составляем список вайт-лист маркетов, которые мы пропускаем. А все остальное идет через человека и через еще вопросы. Давай я спрошу. Это все какие-то научные вопросы. У меня очень тупой наивный вопрос. Докер используете? Да, мы короче перешли только буквально в этом месяце на докер на деве. То есть это сделал в принципе наш девопс. Он там поднял кластер. Вот мы просто как раньше мы использовали дев-пакеты, билдили пакет и отправляли его на сервак. Сейчас мы билдим этот пакет и засовываем его в докер. Но конечно вскоре мы хотим перейти и на пройди на докер и может быть от деп-пакетов избавиться. То есть в докере там Ubuntu по сути в образ Ubuntu используется? Окей, спасибо. Есть еще вопросы у кого? Здравствуйте. А вот подскажите использовали ли вы синтетические данные? Нет, у нас как раз частью вообще пайплайна в компании является разметка данных, поэтому у нас данных можно сказать бесконечны, то есть они постоянно проходят через модерацию. Еще вопросы? Видимо нет. Давайте еще раз Николая поблагодарим. Спасибо. 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 Продолжение следует...